Первая половина семестра будет посвящена интегралу, теории интегрирования. Сначала я напомню определение, которое у нас было в прошлом семестре. Значит, промежутком называется. Называется множество на действительные оси на R. Которая с каждой парой точек содержит... Все точки, лежащие между ними. Я напомню, что являются промежутками. Было доказано, что это R, действительные оси. В оси А плюс бесконечность. Ну или А может быть не включено. Плюс бесконечность. Минус бесконечность В. Отличается, что граничная точка. Отрезок АВ, интервал АВ, полуотрезки. Ну и пустое множество. Вот ими исчерпывается вся совокупность промежутков. Ну и я буду ссылаться на свойства, которыми промежутки обладают. Ну и теперь начнем с определения первого. Пусть F действительно значная функция. На промежутке. И действительно значная функция. F большую является точной, первообразной, но иногда опыта вместо первообразной может встретить термин примитивный. F маленькая на И. Если F большое всюду, дифференцируема на И. И F штрих равняется F на И. И производная большое равняется на И во всех точках. Определение второе. Пусть F большое. Я не буду повторять, что действительные функции. Мы такие рассматриваем только. на промежутки. И кроме конечного множество точек. Ф большую. Ф большую. А? Нет, F маленькая. определена. Ф маленькая определена всюду на промежутки, кроме конечного множества точек. Ф большую. Ф большую. Ф большую. Judah. И och Определена на И, и дифференцируема Всюду, на и, кроме конечного. Множество точек. Так, сейчас надо. Допункция f определена на и, непрерывно на и, и дифференцируема всюду, кроме конечного, множества точек. Но про непрерывность в предыдущем определении я мог не говорить, так как она всюду была дифференцируема. Сейчас надо говорить. f большое является обобщенной первообразной. Первообразный. Или используется тот же термин, примитивный. f маленькая на и. Если f' равняется f всюду. на и, кроме конечного множества точек. Ну и, естественно, что точная, первообразная, первообразная, будет одновременно обобщенной. Она подходит под это определение. Мы можем привести примеры обобщенных первообразных, которые не являются точными. Да? Нет, могут совпадать, могут не совпадать. Ну вот, чтобы было чуть-чуть понятнее, приведу простой пример. Ну, вы, наверное, помните функцию сигнум x, ну, которая равнялась единице при x больше нуля, ноль при x, равном нулю, и минус единица при x меньше нуля. Ну, такая функция у нас была, поэтому просто... Вот если вы возьмете функцию модуль x, напоминаю, единица x при x больше или равном нуля, минус x при x меньше или равном нуля, модуль x обобщенная, первообразная, сигнум x. Ну, у нее производная модуль x будет единица всюду при x строго большего нуля, будет минус единица при всех x строго меньших нуля, ну, а в нуле нет производной не. производная справа единица, а слева минус единица. И вот, таким образом, функция сигнум x имеет обобщенную первообразную, а точную она не имеет. Почему? Потому что, ну, ясно, что при x больше нуля, она должна совпадать, ну, функция первообразная должна совпадать с x, иметь всюду производную единицу, это x. при x меньше нуля должна быть минус x. Ну, а в нуля такая функция не может иметь производной. Это вот просто. Это вот пример того, что... Ну, вот один из простейших примеров, что возникает необходимость. Так. Ну, определение, я думаю, понятно. Вот теперь... Ну, давайте опишем квас, для чего это нужно. Теорема первая. Если... R, В, 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 обобщенная... Вариант точный, первообразный, f маленькая на промежутке, то f большая плюс c, где c постоянная на ни. Также обобщенная, точная, первообразная. f на i. Это практически очевидное утверждение. Если f1 и f2 обобщенные, то f маленькая на промежутке i, то f1 минус f2 равняется c постоянной на i. Это теорема практически описывает, что какие бывают, то есть у функции, если есть обобщенная первообразная или точная, то легко описать класс всех обобщенных или точных первообразных. Они отличаются на константу. Ну, первое утверждение совершенно очевидно. Если вы возьмете f плюс c, вы продифференцируете, то это будет производная в штрих большой плюс c. Ну, производная константа – это 0. Поэтому получается, что это будет f. Ну, в случае точных, f будет всюду, а в случае, если обобщенная, ну, кроме конечного, множество точек. Кроме конечного, множество точек. Ну, а для точной – всюду. Теперь второе утверждение, второе похитрее. Вот мы возьмем разность f1 минус f2 и продифференцируем. Это будет 0 f минус f равно 0 всюду на i, кроме конечного множества точек. Ну, а это точки, где одна из функций может быть недифференцируема или производная существует, но не совпадают с f, или f маленькая там не определена. эти точки, где f недифференцируема, разбивают промежуток i на конечное число промежутков. Они находятся на промежутке и разбивают на конечное число промежутков. Между двумя соседними точками производная существует и равна нулю между этими. Значит, функция постоянно между вот такими конечным числом и между парами исключительных точек. константа. Ну, и формула Лагранжа следует. Ну, а раз теперь, если вы возьмете два соседних, таких промежутка разбитых точками, но соседних, имеющих общий конец, то в силу непрерывности константы будут одинаковы. Понятно, разность непрерывных функций и непрерывная функция f, поэтому константы будут одинаковы. Ну, а тогда легко понять, что, двигаясь последовательно по таким промежуткам, вы получите, что функции, что это разность целиком константа на всем промежутке. Да, вот я что тут должен добавить? Когда вот тут я определял точную, первообразную, то в концах, если промежутка, если они входят, мы понимаем производную по промежутку. то есть в левом конце правую, а в правом – в левую. Ну, как это мы делали и раньше. То есть вот, если отрезок, то значит в левом конце отрезок правая производная, правая – в левую. Ну, таким образом, класс вот всех обобщенных, первообразных, ну и точных, он описан. Тут, конечно, замечу, встаёт много разнообразных вопросов. Ну, интегрирование – достаточно важная операция существенная. Во-первых, какие функции будут интегрируемы. Как искать эти интегралы, какими свойствами они обладают. Но вот сейчас я буду переходить к свойствам. обобщенных первообразных, ну и точных тоже. Ну, а это всё можно найти практически в любой книжке. Вот, но и там точные, или обобщенные. вот. Ну, в дальнейшем у нас будут иногда возникать определения, теоремы, которые там трудно будет найти. вы не найдёте учебников обычных. Но в дальнейшем я буду, говоря первообразных, если обобщенные, то, ну, опускать термин. Вот первообразные, обычно я буду понимать, обобщенную первообразную пока. Если точную, то надо уточнять, а если так, то обобщенные. Ещё определение надо дать. Определение третье. Напишем неопределённым интегралом функции F маленькая на промежутке и называется обобщенная, первообразная F. термин неопределённый интеграл. Обозначается вот такой знак F называется знаком интеграла F. Давайте напишу от X по Dx. Ну, иногда F от X не пишут, пишут просто F по Dx. Вот это знак интеграла, но который исторически возник как такая изменённая буква S. близко. F от X под интегральная функция, а F от X до X под интегральное выражение. Dx дифференциал. Ну, также можно встретить запись как интеграл от D F от X. дьфференциал. One. Таким образом, обозначенные первообразные или интегралы, для нас это будет одно и то же. Значит, свойства. Первая. Первая. Всюду, кроме конечного множества. Ну а если речь идет о точной первообразной, вот интеграл, интеграл обозначает точную первообразную, то всюду. Ну или d интеграл f от x по dx, это равняется f от x dx. Ну тут, думаю, совершенно понятно, потому что из определения это сразу следует. Извините. Да. В каком функции? Сейчас, вот в этой? Вот это? Да. А, да, f большой, правильно. f большой. Правильно, правильно. Хорошо. Значит, есть люди, которые следят. Извиняю. Это свойство очевидно. Так. Второе. Если f большое непрерывно на промежутке. и, и дифференцируемо на i, кроме конечного множества точек, то интеграл от f штрих от x dx равный интегралу по d f большое от x равняется f от x плюс c. Ну, где c постоянная или константа на i. Ну, действительно, f непрерывно. Имеет всюду, кроме конечного множества точек производную, которая, если ее интегрировать, то большую и будет по определению ее интегралу. Ну, это просто вот первые два свойства из определений. Ну, это вот, заметьте, все традиционное обозначение интеграла, традиционное там понимание первообразных. Обозначение интеграла страдает одним недостатком. Дело в том, что там никак не фигурирует промежуток и, на котором он берется. Иногда это приводит к недоразумениям, даже ошибкам. То есть функция есть, а промежутка и нет. Ну, давайте продолжим свойства третье. Если f маленькая имеет интеграл на x. То есть она интегрируема. Имеет интеграл, но и также говорят, что интегрируема. то да, на промежутке и. На промежутке и. То для любого числа числа k k f интегрируема интегрируема на i. i но имеет место вот тут еще видно, да? Но имеет место простая форму. Интеграл от k f dx равняется k интеграл от f dx плюс c. с константа c пишет, потому что разные могут быть, ну, отличаться могут на константу. Ну, я замечу, кстати, что в некоторых учебниках под интегралом понимается весь класс первообразных. Но этот, ну, мы будем пользоваться приведенным, что это одна из них. Ну, заметьте, что при k не равном нулю оба интеграла одновременно существует или не существует. Ну, утверждение довольно ясное. если возьмете функцию k, f и будете ее дифференцировать, то вы знаете, ну, вот интеграл от k, f то легко понять, что функция k на интеграл от f dx, она как раз подходит. Потому что она будет всюду дифференцировать всех точек, где была интеграл от f, дифференцировать, мы только умножаться на k. Ну, при k не равном нулю оба интеграла одновременно существует или нет? Почему? Потому что, ну, если существует интеграл от f, то существует интеграл от k, f. Если существует интеграл от k, f, умножьте на одну катую. И будет ясно, что существует интеграл от f. Ну, на одну катую можно умножать, если k не равно нулю. Ну, можно заметить, что если f имеет точную первообразную, то и k, f имеет точную первообразную. Это уже добавление, которое... Так, четвертое свойство. Если f и g интегрируемы на промежутке, f плюс или минус g, берется один знак, интегрируемо на i. И интеграл от f плюс минус g, dx равен интеграл от f, dx плюс минус интеграл от g, dx, ну и плюс c. Ну, это немедленно следует из правил дифференцирования. Если вы продифференцируете вот эти интегралы, то у вас получится f плюс минус g. Ну, то есть, значит, эта сумма будет интеграл от f плюс минус g. Ну, там плюс берется все время или минус. Ну, константы, потому что могут отличаться. 5 интегрирования по частям. Если u, ну, от x я напишу, и v от x непрерывно на промежутке, и дифференцируемы на i, кроме конечного множества точек, то u, v штрих и v, u штрих одновременно интегрируемы или неинтегрируемы на i. Имеет место формула интеграл от u, v, u от x, v штрих от x, dx, который можно также написать, как интеграл u от x по d, v от x, равняется u от x на v от x минус интеграл от v от x на u штрих от x dx, v от x, ну, плюс x, ну, плюс x, ну, плюс x, ну, как? Ну, а эта формула следует из формулы дифференцирования произведения. Если возьмете u от x умножить на v от x, ну, и продифференцируете, то у вас получится, что это u штрих от x на v от x плюс v от x у штрих от x. Ну, и это, значит, кроме конечного множества точек. Ну, вот эта функция у нас по условию будет непрерывно и дифференцируема, кроме конечного множества точек. Поэтому интеграл от нее существует, ну, и равен как раз вот u от x на v от x. Поэтому, а вот эти вот выражения, ну, может по-всякому быть, но если существует интеграл от одного, то существует интеграл и от другого силу. Ну, вот такого равенства. Поэтому, если не существует вот этот интеграл от v от x по у штрих от x-тых, то существует и этот интеграл. Вот. Ну, и наоборот. То есть, ну, это прием, который часто используется при вычислении интегралов. Потому что вы можете спокойно, если у вас есть u, v штрих, но только надо переходить к интегралу v, u штрих. Ну, правда, тут возникает, что это должно быть как искусство. Как правильно представить, как разложить функцию в произведении двух. Это непростой вопрос. Это то, что вырабатывается в тренировках на занятиях. Шестой. Формула. Замены. Перемены. Если f маленькая интегрируема на промежутке фи от t непрерывно на промежутке ж фи от t дифференцируема дифференцируема на ж кроме конечного множества точек множества точек и лишь в конечном множество множество точек ж принимает значение сейчас принимает значение значение в которых ф не существует или не дифференцируема ну естественно можно было только второе написать так как если не существует то не дифференцируема надо было добавить что фи от ж принадлежит и то есть она принимает значение на фи от ж которые принадлежат промежутку и которым существует тогда и от х от т на фи штрих от т интегрируем на ж и интеграл от ф от фи штрих от т будет равняться ну f большое от х от t плюс c где f большое первообразное f маленькое на и но это немедленно следует из формулы дифференцирования сложной функции если возьмете такую сложную функцию и будете дифференцировать ее то естественно у вас получится вот такое выражение считая что f маленькая это производная большого тут конечно существенно что функция маленькая принимает значения в которых f большое не дифференцируемое ну или не существует и так дифференцируемое лишь в конечном множестве точек потому что мы должны конечное множество точек ну исключать а вдруг она принимает такие значения на бесконечном множестве точек сразу возникают проблемы понятно да ну и наконец седьмое свойство интегрирование обратной функции если f отсюда на промежутке и имеет конечную конечную ну на всякий случай отличную ну на всякий случай от нуля производную производную L большое ну а первообразное естественно естественно обобщенное f маленькое на i то обратная функция интегрируема минус первой интегрируема интегрируема на промежутке фи ф от i f i и интеграл от f минус 1 от y d и d y ну я если функция f x переводила в y то обратная функция ну естественно поэтому я стал писать как f минус 1 от y равняется у f минус 1 от y минус f большое от f в минус 1 от y ну и плюс c значит ну во-первых отметьте у нас была теорема что и производная принимает свойство дорбу принимает все промежуточные значения поэтому если производная не принимает значение 0 то она или всюду положительно или всюду отрицательно ну что легко умножением на минус единицу к первому случаю значит в таком случае но если например она положительно то у вас промежуток переходит в промежуток в конце понятно это это у нас было что вот поэтому f от и это промежуток так как функция f всюду возрастает или всюду убывает это промежуток и на этом промежутке мы вот пытаем обратная функция f минус 1 от y будет интегрируема на этом промежутке на промежутке f от и и будет верна вот такая формула ну что надо сделать как ее проверить а да надо взять правую часть и продифференцировать если получится f в минус 1 от y то это будет означать что как раз то что надо и есть ну эту формулу полезно запомнить потому что если предыдущие формулы все были более-менее естественны ну например то интегрирование по частям она достаточно легко запоминается а интегрирование обратной функции не столь легко запоминается и надо вот и вот возьмем у f в минус 1 от y минус f большое от f в минус 1 от y я замечу что это вполне разумная вещь потому что f минус 1 от y это x если x переводилось в y то и на нем функция f небольшое не обобщенный интеграл f маленькая определена ну и теперь будем дифференцировать d по d y я напишу так чтобы ну тут стоит произведение значит ну дифференцирую y что будет а то есть ну y просто дифференцировать даст единицу получится f минус 1 от y плюс y умножить на f минус 1 от y штрих кстати кто из вас помнит чему равен равнопроизводная обратной функции и единицу поделить на производную функции f в точке x ну которая вот есть f минус 1 от y но я не буду это делать потому что сейчас это пока не важно минус так так ну тут сложная функция производная большую чему равна штрих штрих что получается f в минус 1 от y плюс y на производную f в минус 1 от y ну можно конечно написать эту производную но пока не важно минус а что будет f от f минус 1 от y y получается y на f минус 1 от y штрих ну и вот эти два члена сокращаются ну поэтому я не стал писать производную хотя производная обратной функции вы ну должны знать так скажем но это не важно какое оно имеет точное значение потому что вот у нас члены сокращаются а это вот позволяет но у нас какой-нибудь ответить вопрос тут есть поэты это такая форма важнее запоминается как показывает опыт с большим трудом чем остальные ну и естественно на дальнейших лекциях мы продолжим рассмотрение неопределенных интегралов вот ну а на практических занятиях вы будете тренироваться в их вычислениях от различных функций но это тут масса еще вопросов возникает но вопросы следующие во-первых во-первых какие функции интегрируем заведомо но мы установим что заведомо интегрируем и непрерывные функции на промежутках потом возникает вопрос как их интегрировать как найти неопределенный интеграл ну вот чем вы будете тренироваться на занятиях вот вещь достаточно хитрая потому что если вы помните что элементарные функции было у нас определение что это там функции которые мы изучали там степенная показательная обратные к ним там логарифмическая тригонометрические функции гиперболические функции и всякие функции которые получаются из них ну арифметические операции сложения умножения деления и взятие композиций вот с интегрированием хуже тут можно привести массу примеров ну примеры функций которых интегралы не являются элементарными то есть они не выражаются через элементарные функции ну и в таком случае это что означает что надо или вводить новые функции или что ну просто для интереса замечу потому что доказывать это мы не будем доказательства всегда сложно что функции е в минус х в квадрате хорошая функция непрерывная определенная всю на оси имеет неэлементарный интеграл синус х на х например косинус х на х и там еще можно привести синус х на х ну конечно в нуле можем неопределенно можем определить единицей пределом будет вполне приличная функция вот интеграл от нее тоже неэлементарный вот в элементарных функциях не выражается так что вот возникают такие проблемы ну и в следующий раз мы продолжим ну вот продолжим ну вот некоторые факты у нас в дальнейшем удастся они всплывут доказательства ну например все непрерывные функции интегрируем но это уже будет следующий на следующих лекциях и это будет иногда как следствие из каких-то там результатов которые на первый взгляд не имеют отношения к неопределенным интеграммам он что неопределенным неопределенным то